арбуз почистили разрезаем или разрезали двигались семечки семечки мы будем выбрасывать правильно мы не будем их садить мы не будем нет у нас места мы не будем с ними заниматься потому что в этом арбузе они мил и натираем его на крупной терке сразу на большую сковороду за одного маленького арбуза тыквы вот мы перетерли это будет начинка для пирогов добавляем сахар сахар по вкусу и вторая часть тыквы порезанная сейчас я ее отварю с сахаром до консистенции чтобы она была мягенькая в перетертую тыкву начинка для пирога пробованный рецепт идет один к одному если у вас 300 грамм тыквы значит 300 грамм сахара если кто-то считает что это очень сладко уменьшайте я делаю так чуть-чуть посудали постоять перемешали и ставим на медленный огонь без али без жира кастрюлю вторую часть тыквы заливаю водой тоже ставлю на медленный огонь и чуть-чуть послали тоже добавлю сахара но здесь вот мы поставили на медленный огонь тыква горбуз потихоньку начал выделять сок и так мы периодически при приходим помешиваем по большому счету это повидло на скорую руку можно так назвать но начинка очень шикарная в соседней кастрюле тоже на медленном огне варится горбуз для каш сахар растворился и горбуз дал вот столько вот жидкости наша задача на медленном медленном огне он такой вязкий получается получается джем повидло обалденно медленном медленном огне нужно дождаться пока все вот это вот само выпарится впитает в себя весь свой сок горбуз получается горбуз собственном соку горбуз который мы варим в кастрюле для каш варим до такой степени чтобы он легко протыкался зубочисткой я его в него добавляю немножко сахара когда он настынет он стоит в холодильнике две недели спокойно и можно добавлять варить любые каши вот такой страшный рыжий цвет ты стал нет смотри какой янтарный она готова здесь теперь задача тяжело переложить сразу в керамическую посудину потому что это все к сковороде может при стык когда сахар остынет вот это наша супер начинка для пирогов вкусно все какое оно красивое а вкусные все а и и и и и